девочки всем привет сегодня у нас очень важный урок мы будем сегодня проходить классификацию кружев то есть сегодня мы познакомимся с разновидностями кружев а также научимся раскладывать платье по запчастям то есть по частям какие материалы нужны на платье какой расход какое кружево выбирать и сколько его нужно по количеству на примере фотографии графе свадебных платьев я вам покажу как делается раскладка на будущее когда вам будет присылать клиентка фотографию платья которую нужно сшить вы будете на 1 определять какой расход у этого платья и какое кружево понадобится и сколько классификация кружек кружева бывает разных видов она может распределяться по узору по расположению узоров по симметрии и асимметрии по узору может быть у нас флористический узор абстракционный и вензеля самый распространенный это флористический узор абстракционный набирает свою мощь вот именно трендовую то есть сейчас абстракционный именно в тренде вензеля это такая некая классика которая была всегда и думаю будет группа по расположению узоров расположение узоров может быть ромбообразная рапортами квадратами и сплошным узором самое распространенное и комфортное именно в технике рисования это рапортами рапорт примерно составляет 35-40 сантиметров ромбообразная кружева самое неудачное в технике рисования поэтому менее всего подходит нам а также она выходит из трендов и его становится все меньше квадратами появляется очень-очень редко он очень схож с рапортами только делится не на полоски а на квадраты и сплошной узор который подходит лишь для кроя для кроя юбок для кроя рукавов но не подходит для техники рисования потому что узор идет сплошным и это сделать очень сложно итак перейдем непосредственно уже кружевом первое рассмотрим абстракционный узор кружевом я вам представила четыре примера абстракционного кружева абстракционное кружево обычно идет асимметричная то есть симметричного абстракционного кружева я еще не встречала поэтому знаете такой такой нюанс абстракция идет у нас здесь То есть в двух вариантах это сплошная, либо рапортами. Рапорт тоже сложно углядеть, потому что он более такой сплошной, но все равно проглядывается, где заканчивается каждый рапорт. То есть, соответственно, такое кружево можно использовать лишь для кроя, то есть для кроя юбок. То есть это не работа с отдельными запчастями, кроме как четвертый вариант. Его можно использовать в технике рисования. Абстракционная, очень удачная и комфортная в работе. Поэтому имейте в виду, что абстракция на данный момент в молодежном сленге рулит. Вензельное кружево. Посмотрите, какие варианты я вам подобрала вензельного кружева. Оно всегда будет в тренде. Это твердая классика, которая никогда не выйдет из моды. Правила вензельного кружева. Оно всегда идет симметричным. То есть потому что вензеля не всегда отзеркаливают. И поэтому вырез на плате в 90% случаях тоже будет симметричным. Поэтому, когда вы выбираете симметричное кружево вензельное, понимайте, что вырез ваш будет В, либо лодочка. То есть асимметричный вырез симметричного вензельного кружева сделать практически нереально. Только лишь совмещая его с асимметрией. И, к слову, можно ли совмещать симметричный кружево и асимметричный? Да, можно, даже нужно. Так изделие будет более сложным и вам более удобно будет шить. Почему? Потому что вензельное асимметричное кружево может быть столбом, осями. То есть основой. А уже между этими столбами идет разбитвление асимметричного кружева флористического. И поэтому будет очень удачно все это выглядеть вместе. Здесь у нас варианты. В основном идет вензельное, симметричное, раппортом, кроме последнего. Последний у нас идет диагональным раппортом. То есть если в магазине будут резать, по факту они будут резать неправильно. Здесь его нужно отрезать именно по диагонали, чтобы не испортить раппорт. Но оно больше подходит как сплошное. Потому что видите, здесь нет явных таких пустых пробелов, где можно прорезать. Поэтому лучше использовать его как сплошное. То есть для юбки, рукавов и так далее. И самое распространенное и любимое это флористическое кружево. Флористическое кружево часто совмещается с вензельным и абстракционным. Что делает его более сложным и уникальным. Примеры показываю сразу совмещение с другими подгруппами. Первая картинка это у нас флористическое, асимметричное, раппортами. Это самый распространенный его вид. То есть флористика обычной идет асимметрией и раппортами. Следующая картинка это у нас флористическое плюс абстракция. Очень удачное совмещение, очень удачная дружба абстракции и флористики. Всегда в работе очень удобно, очень уникально смотрятся изделия с такими кружевами. Соответственно асимметричное и раппортами оно идет. Третья картинка пример совмещения флористики с вензелями. Оно автоматически становится симметричным, так как здесь есть вензельное кружево. А вензельное кружево не может быть асимметричным. И оно здесь представлено именно раппортами. Четвертая картинка это у нас флористическое плюс вензельное симметричное сплошное шантили. Почему сплошное? Потому что шантили обычно не вырезают. В кружеве оно идет полотном. Поэтому здесь рисунок наложен именно на сплошное шантили. И соответственно к сплошному и относится. Теперь перейдем к расположению узора. Расположение узора у нас идет раппортами. Рамбообразное, сплошное и квадрат. Квадрат я для вас так и не нашла, потому что оно очень редкое. Показываю самые распространенные. Самые распространенные это раппортами. Раппорт примерно составляет 35-40 сантиметров. В полотне это выглядит так. Раппорт полоской идет по всей ширине полотна кружева. Если вы покупаете метр кружева, то это уже идет не метр, а три раппорта. Потому что в метре идет три раппорта с хвостиком. Но раппорт в магазинах не режут пополам. То есть здесь продажа идет только раппортами. Поэтому мы исчисляем все раппортами, а не метрами. Ромбообразное. Не так давно это было самое популярное кружево. Но, как я уже сказала, оно отходит от трендов. И его становится все меньше и меньше в магазинах. Ромбообразное кружево. Редко используется в рисовании из-за скудного набора элементов. Посмотрите ромбик. Здесь находятся три цветочка, несколько листочков, пару веточек. Все. Когда мы начинаем рисовать, нам нужен более большой арсенал разнообразия. Здесь можно, конечно, работать в технике наколки. Но платье, понимайте, что будет максимально просто смотреться. То есть не ждите шедевральных платьев, если вы взяли такое кружево. Максимум, что может спасти такое кружево, так как мы знаем, что везде есть исключения. В ромбообразных кружевах есть широкие красивые вензеля. За счет них можно как раз сделать красивое платье. Но обычно все-таки это что-то такое более стандартное. И сплошное подходит только для кроя, но не для рисования. То есть имейте в виду, если такое кружево берете, то это, скорее всего, на юбку или на рукава. Ему нужна в помощь будет еще дополнительное кружево в виде, допустим, рапорта асимметричного флористического кружева. Допустим, вот так. Итак, перейдем к самим моделям. Давайте попробуем посмотреть. Пример. Вот такое платье. Сегодня я буду пример показывать на платьях Зуха и Эрмурада. Поэтому имейте в виду. И не новой коллекции. Года-два давности. Смотрим. Первое, что бросается в глаза, это узкое кружево, которое идет понизу. Узкое кружево. Если вы хотите использовать внизу, понимайте, что юбка солнца понизу, если обмерить ее в круг, будет занимать не менее 10 метров. Соответственно, такого кружева понадобится еще больше. Так как по кругу, чтобы его разложить, нужно делать смещение, подрезы и так далее. И плюс складочки, сборочки, получается минимум 12-15 метров. Такого кружева нам нужно. Учитывая, что оно узкое. На вид оно примерно 55 сантиметров. Узкое кружево может быть 10 сантиметров, 25, 35, 45, 55, 75. Все, что шире 75, уже считается широким. Следующая ширина уже идет, в принципе, метр 50, метр 35. Итак, мы выяснили, да? Понизу идет 12-15 метров узкого шантилия. Оно может быть как кордовое, так и просто шантили-полоска. Кордая, соответственно, дороже. Переходим дальше к юбке. К основе юбки. Это, скорее всего, шантилия. Уже широкая шантилия. Шантилия шириной метр 50. Чтобы сшить юбку, солнце из такого шантилия нам понадобится 6 метров. Здесь мы видим еще верхнюю юбку плюс сборку. Это уже получается не менее 6 метров. И, скорее всего, может быть и плюсом до 9 метров. В зависимости от вашей сборки. За счет того, что идет сборка, девочки, длина юбки у нас сокращается. Здесь это спрятано под как раз узкое кружево. Когда мы собрали в сборку, нашу юбку, она у нас как бы задралась от пола. И тогда внизу можно обработать узким шантилием. Здесь вот такой вот выход из ситуации пошел. Далее, кордовое шантилия. Оно мягкое, кордовое, очень хорошо подходит на лиф. На лиф, девочки, уходит обычно не более 1 метра. 1 метра хватает даже на переход в юбку. Поэтому нам понадобится всего 1 метр на такую юбочку с лифом. То есть на верхнюю часть платья. И что у нас еще остается? У нас остается фистон для фаты. Видите, да? Фата идет из фатина. Примерно она занимает 3 на 4 метра фатина. И фистон. Как вы думаете, в круг, если солнце идет 10 метров, то если фата 4 метра, то уже 12-15 метров фистона. Такого нам тоже понадобится. Ни много ни мало платье получается довольно дорого. Фатин здесь уйдет для средней пышности в среднем 21-30 метров. Здесь плюс фата, плюс верхняя юбка где-то 30 метров и уходит. Следующий фасон. Это силуэтная юбочка с небольшим шлейфом. Давайте разложим данное платье. Фатина, естественно, здесь немного. Да. Скорее всего, из-за того, что у нас идет декорирование кружевом по юбке, то это уже не фатин. Потому что фатин не выдержит внизу вес кружева. Поэтому заменяем на юбке фатин сеткой. Сетка для вышивки. Или для лифа. Так мы ее еще называем. На лиф 1 метр уйдет и на юбку 4-6 метров, учитывая, что там идет несколько слоев. На самой модели здесь нет приглушенной сетки с дизайном. Но если вы, допустим, такое делаете, я могу предложить вам использовать вот такую вот сеточку, как в третьей у нас картинке, приглушить прозрачность юбки. Можно за счет сеточки с дизайном. Она очень тонкая, еще тоньше, чем шантилия, но очень красиво будет смотреться под кружевом вторым слоем. Ее тоже для силуэтного платья минимум 2 метра понадобится. По поводу кружева. Смотрим, сколько кружева примерно располагается на всем платье. Помним, что на лиф и 30% юбки нам достаточно 1 метра кружева. Если кружево появляется на юбке, соответственно, прибавляем еще полметра, либо метр. Здесь, соответственно, кордовое кружево на сетке. Оно идет у нас ромбообразное, мы видим по ромбам. На юбке флористического узора ширина 1,35 метра этого кружева. Примерно берем 1,5-2 метра. Если хотите расположить гуще, то можно больше брать, до 3 метров кружева. Итак, далее поехали. Здесь у нас, девочки, смотрите, появляется рукава и более пышная задняя юбка. То есть со спины она более пышная. Если впереди она идет силуэтная, то сзади она идет полусолнцем. Возможно, даже солнце в сборку можно сделать. Поэтому расход кружева увеличивается как минимум еще на метр. Здесь то же самое. Если по низу юбки идет кружево, соответственно, юбка не может быть верхний слой фатиновый. Он должен быть уже из сеточки для вышибки, чтобы не деформироваться. И тогда сетке понадобится примерно 6 метров. Мы здесь видим, внизу нет никакого фатина, то есть платье прозрачное. Соответственно, мы здесь фатин вообще не просчитываем. Метр, помните, что идет сетки на рукава только. Кружево кордовое на сетке, ширина 135. Примерно у нас расход здесь уже 2-3 метра, учитывая с рукавом и такой пышной юбкой. Ромбообразный флористический узор. Далее у нас вступают такие материалы, как жаккард или атлас. Видите, атлас может быть с неким таким узором. Расход по атласу, по юбке. Учитывая, что ширина 1,50 метра, то где-то на такую юбку уйдет 9-12 метров. Если в зеркале вы видите, там идет еще шлейф и такая хорошая, прям хорошая сборка. Поэтому здесь уже 6 метрами не обойдешься, если только у вас без сборки. Если без сборки юбка, то 6 метров достаточно. Сеточка для лифа у нас здесь идет только для лифа, соответственно, нам хватит метра. И вышивка на сетке здесь даже не уйдет метр. Здесь буквально хватит 2 рапорта, а это 70 сантиметров. Дальше рассмотрим еще вот такой вариант. Здесь уже чувствуется, что есть фатин. Фатин на среднюю юбочку, как здесь, уходит 21 метр. Здесь верхний слой у нас остается фатиновый. Почему? Потому что понизу нет кружева, а вверху оно не... Если расположение декорирования идет вверху юбки, то оно не оттянет никаким образом юбку. То есть можно использовать фатин. По кружеву, учитывая, что здесь добавился рукавчик, и декорирование идет ниже, чем 30% юбки, то есть практически до середины, расход немного увеличивается. С метром он переходит на 2 метра. Итак, вы уже должны были более-менее понять, как высчитывать расход. И переходим к домашнему заданию. Домашнее задание у нас будет выбрать любое фото с платьем, будь то свадебным, будь то вечерним, и разложить его на части. Нужно будет определить расход у этого платья, найти кружево подходящего цвета, если у вас вечернее платье, написать принадлежность этого кружева к группе по узорам и расположении узоров, а также симметрии кружева. Девочки, это задание у нас на умение считывать материалы с фото любого платья и определять расход на материалы. Спасибо. Продолжение следует...